МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый день. Меня зовут Тимофей Савельцкий. Я юрист международной юридической фирмы Пробол. Сегодняшняя тема моего доклада заключает, как право регулирование электронных денег и виртуальных валют, как в мире, в Беларуси. Проблемы и перспективы. Мы поговорим о двух таких платежных инструментах, как электронные деньги, которые находятся в правовом поле в нашем государстве, могут свободно их пользоваться нашими гражданами, и виртуальных валютах, которые я, условно, обладаю на две категории. Это криптовалюты и валюты виртуальных технологий. То есть те деньги, которые используются, например, в социальных сетях, в разнообразных играх онлайн, в онлайн-мерах, на подобие Second Life и так далее. Поговорим о электронных деньгах. Что это такое? В принципе, белорусские законодательства регулируют электронные деньги достаточно в полной мере, но законодательства все равно не настолько развитые, как, например, в западных странах, в Европейском Союзе, в США. У нас, по сути, только три правых нормативных акта регулируют оборот, выпуск оборот, отространение и выгружение электронных денег. Это банковский кодекс, в частности, 274-я статья, а также правила обращения с электронных денег, 201-я, по-моему, на нашем банке. Что же такое электронные деньги? Есть ряд свойств, которые установлены на законодательство. Первый – это электронный вид, далее являются делительными стоимости, выпущенными в обращение в обмен на безналичные или наличные средства, то есть, по этой карточке или наличными денежными средствами. А также, в принципе, они имитируются определенным лицом и принимаются людьми юридичными и физическими лицами в качестве средства оплаты. По законодательству любого надо государства, для электронных денег есть обязательство эмитента, то есть, того лица, который выпустил эти электронные деньги, погашать их при любом запросе от юридического и литерического лица. То есть, вы получили электронные деньги на свой счет, вы имеете право обратиться к эмитенту или же к агенту, если есть определенная взаимосвязь или договор, о погашении этих денежных средств. По сути, электронные деньги спокойно конвертируются на безналичные или неналичные белорусские рубли. Какие у нас общие правила по белорусскому законодательству? Буквально в общих чертах хранятся по белорусскому законодательству электронные деньги могут на смарт-картах, то есть, например, плаченых на карточках, или в электронном виде, при помощи технических средств. Это может быть сервер, то есть, электронные деньги хранятся, например, на сервере стороннего сервиса, или это какое-то техническое средство у вас, например, памяти, на жестком языке, как мы говорим. Эмиссию в Беларуси электронных денег могут осуществлять только банки или КФО, и это, наверное, не самая приятная игра, потому что, например, европейские государства, спиндасты более либеральные, там, в плане, такие специальные платежные институции это делают, там меньше порог входа на рынок, для банков у нас достаточно серьезные требования по установленному фону, например, по лицензированию действий, то здесь есть некоторые дуансы. Касательно денег эмитентов нерезидентов, то есть, например, если в третьей стране были выручены какие-то электронные деньги, они могут спокойно обращаться и распространяться на территории Республики Беларусь, только если банк, какой-то эмитент здесь примет безусловное, безотлагательное обязательство будет выгашение. На самом деле сейчас крайне мало таких электронных денег, помню только пару таких российских систем электронных денег, как Росберлио, Кризмор и ряд других, то есть, для определенных только случаев, то есть, небольшие такие платежиные системы. Росберлио, например, для оплаты бензина и расходов на заправочные станции. В WebMoney, да, но в WebMoney работает на другом принципу, если мы имитируем Технобанку, и они просто в системе идеального WebMoney обращаются. Ну, да, конечно, система... Яндекс.Тейки, да, но с Яндекс.Тейки, да, но с Яндекс.Тейками, там тоже есть определенные нюансы. То есть, работает, насколько я понимаю, ВПС-кланы с Яндекс.Тейками, да, но они не принимали безусловное безотлагательное обязательство. Погашение... Уже, уже, да. Ну, раньше, по крайней мере, было так, что только WebMoney у нас пользуются с Технобанком. Ну, интересно, да, что Яндекс.Тейки сейчас просто открываются в WebMoney. Ну, потому что оно должно быть достаточно полное обязательство. То есть, любой переждатель Республики Белорус может обменять Яндекс.Тейки. Я так понимаю, что раньше, по крайней мере, Яндекс.Тейки можно было только покупать в WebMoney, да, обменивать уже по, там, не знаю, в рамках компьютерных сервисов и так далее. Сейчас, как мы помним, да. Ну, почти. Ну, вот, поэтому до конца мы не можем говорить, что ядрые деньги на этом открываются, да. И, безусловно, мы с облагательным обязательством, но, тем не менее, какой-то прогресс здесь уже хорошо. Если говорить об использовании, то физические лица могут свободно использовать с электронной деньги в Республике Беларусь. Ограничений нет, покупаются товары и услуги. Главное, чтобы, там, ваш контрагент тоже имел определенный кошелек, да, когда эти деньги зачисляются. По юрлицам есть определенные ограничения. Юрлицы у нас могут принимать электронные деньги, но они должны их сразу же погашать, либо используют только в определенных конкретных случаях. Он, там, очень ограниченный. Их перечень – это выдача командировочных для своих работников, оплата налогов и иных платежей бюджета. Т.е. не много возможностей для юрлиц используется в стране на стране. Да, это просто для примера, какие бывают. В принципе, все хорошо знаете. Что не является электронными деньгами по белорусскому законодательству. Карта предоплата имеется в виду не банковские, а, например, на магазине, да, если вы говорите, какую-то, там, карточку предоплаты, например, товар, дисконтную карту, она является электронной деньгами по пониманию белорусского законодательства. Телефонные карты, проездные билеты. И все, что, в принципе, является своего рода авансом предоплаты определенного товара на какой-то сети, какого-то магазина или какого-то сервиса. Какие у нас проблемы, в принципе, с электронными деньгами? Первая, наверное, самая большая проблема для физических лиц это идентификация. И мы посмотрим на тренды, которые, думаю, не дальше, да, тенденции, как именно оборот денежных средств или электронных пошел в тенис за счет, может быть даже введение такой идентификации и верификации пользователей. Многих этот пункт не в принципе, да, от использования. Вам нужно вести свои паспортные данные, вам нужно предоставлять это все, вас верифицируют некоторое время. Ну, для обычного пользователя, который раньше пользовался анонимным кошельком, да, небольшие переводы делал в течение, не знаю, месяца, двух, да, это, наверное, самый приятный вариант представлять свои паспортные данные. Опять-таки, ограничения при использовании для юриции, тоже самое приятное. Третье высокие лицензионные требования для эмиссии. У нас по законодательству, например, чтобы выпускать электронные деньги, нужно получать этот деньги также на расчетные и кассовое обслуживание, что, на самом деле, для объекта, ТФО, да, оно не самое приятное, потому что, мы тоже сталкивались, сопровождали один проект в области финтеха, и, наш законодатель, Геннадзбанк, представляет расчетное и кассовое обслуживание как какое-то помещение с кассами, вы приходите, даете деньги, там терминал есть, а для полностью вебовых проектов, которые полностью существуют, например, в клауде, да, это не самая рентабельная вещь, потому что вам нужно действительно огромные расходы принести на то, чтобы открыть какое-то заведение, кассу установить, ну, на самом деле, не самая приятная вещь. Четвертое, законодательно не предусмотрен взаимный обмен электронных денег, то есть, в принципе, то, что производится обмен на одной электронной валютой электронных денег и на другие, это частная инициатива третьих мест, то есть, на третьих платформах, но сами банки, сами имитенты, они не имеют права их конвертировать с одной валютой, что тоже может быть не самый приятный момент в нашем законодательстве. Не знаю, как субъекты хозяйства не выполняют это требование, но на ней есть такой вот запрекот. И, наверное, последняя такая проблема это недостаточные все-таки это фэллоуин на следующий момент был выступающим из талаги, да, и там используются электронные деньги, это один, наверное, из примеров, когда действительно электронные деньги являются удобным инструментом для быстрого обмена в том, что деньги, да, но с точки зрения обычного пользователя сейчас существует огромное количество технологий банковских, прежде всего, зарпыльские, банковские переводы открыть банковское предложение платить иммуналку не так это сложно и очень просто и зачем отдельно покупать электронные деньги и платить этими электронными деньгами какие-то услуги и таланты, да, может быть, с учетом развития параллельных финансовых технологий в сфере именно технологической электронной деньги немножко поэтому теряет популярность. По тенденциям это открытые данные нашего нацбанка с 2015 года видно небольшое падение в имитированных электронных деньгах в Беларуси до чуть меньше трех миллионов белорусских рублей не знаем, какая будет статистика в этом году может быть какой-то сезонный спад, да, или просто временное понижение но, тем не менее, как раз таки в 2015 году было принято положение полной идентификации пользователя возможно это есть следствие опять-таки смотря на количество проведенных операций которые в прошлом году были проведены значительно меньше чем в предыдущие годы ну и количество открытых электронных кошельков упало значительно вниз. из-за открытых данных наш банк очень мало 167 тысяч электронных кошельков тут, конечно, понятно что, возможно все население уже открыло электронные кошельки способствовали развитию этой сферы возможное решение ну опять-таки предложу общее упростить правила игры те моменты проблемы, которые были обозначены они не самые приятные но тут, конечно, легко сказать упростить правила игры тут должно быть какое-то решение науки государственного что упрощать и где возможно использование электронных денег юридический принцип должно быть немного более простым то есть возможность рассчитываться по хозяйственным операциям ну пока таких вещей нет требования к эмиссии электронных денег тоже возможно следует упростить в некотором роде в российской федерации требования лицензионные требования к тому чтобы выпускать электронные деньги несколько меньше например нужна лицензия на привлечение денежных средств вклады депозит в российской федерации насколько я знаю по крайней мере такую лицензию получать не надо у нас очень серьезные требования поэтому разумеется банкам проще эти лицензии получать чем частные платежные системы которые просто отпускаются поэтому такие вопросы возможно нужно решать в ближайшее время так как времени у нас не так много перейдем сразу криптовалюту опять таки уже говорил о криптовалютах и валютах в экономике начнем с биткоин криптовалют криптовалют еще больше конечно биткоин это как самая популярная есть еще лайткоин достаточно много криптовалют биткоин самая популярная к сожалению в настоящий момент биткоин никак не признается белорусским государством в качестве законного платежного средства вообще не признается ни в качестве ничего в беларуси кроме того МВД Национальный банк подчеркивает что население нужно задержаться использование это понятно это инструмент который еще и изучен на нашем рынке который непонятно как функционирует но нет официального имитента и какого-то обеспечения кроме спроса и предложения поэтому такие риски видит наш регулятор видит регулятор в других странах отсутствие гарантии размещения отсутствие регулирования децентрализация самого биткоина нет защиты совершенно в случае правонарушений наши законодатели считают что пока биткоину рано находиться в правом поле в белорусском но регулировать его никак невозможно поэтому вряд ли в ближайшие годы мы увидим биткоин в качестве его платежного средства в качестве эквивалента электронных денег в сутки Беларуси хотя на мировой масштабе биткоин получал некоторое признание в США частичное обсуждается до сих пор как его можно использовать как просчитать налоговую базу получается биткоина что это вообще такое имущество не имущество в Китае запрет во Франции изначально определили биткоин как имущество было несколько кейсов когда биткоины воровались вытекали третьим лицам и разумеется судам было проще принять что это имущество чтобы квалифицировать биткоин такое нарушение как кражу некое мошенничество например и так далее в Германии и Великобритании биткоин фактически был приравнен частным денежным средством то есть валюта виртуальных экономик то есть незаконные денежные средства скорее такая валюта для определенной сферы опять таки частной скажем так ну и наверно одна из причин почему биткоин в целом даже многими государствами не признается это вот серьезная мотивность это средне-свешенный курс биткоина по годам да, то есть видно, что скачки очень большие 950 а? 950 здесь, да да это средний курс за год сейчас он достаточно большой 860 да 900 ух ты хорошая инвестиция да но это средне-свешенный за год поэтому сейчас он там может быть больше когда-то может упасть нафиг не досталось ладно я ловлю по Европам валюты виртуальных экономик у нас тоже нет сложившихся какого-то регулирования в этой области то есть что считать что такое золото в World of Time например или валюта в Second Line у нас нет никакой совершенно практики белорусские суды это не рассматривают в настоящий момент в западных странах подобные вещи рассматриваются как предоплата за услугу то есть вы фактически покупаете например опосредованно через монеты игровые какой-то объект авторского права лицензируете то есть это некий такой суррогат который позволяет вам выбирать из различных объектов авторского права в рамках игры или в рамках какой-то платформы или уже потом им уплачивать некий инструмент для покупки виртуальных товаров опять-таки денежный суррогат да и в отличие в общем-то от электронных денег вот этот товар в большинстве случаев есть невозможность так называемого вывода и в общем-то тоже деньги эмитента такого не обеспечения это фактически такой денежный суррогат виртуальных товаров раньше у нас в Беларуси не было определенных кейслон на данный момент по этому поводу но вот сама продажа виртуальной валюты продажа монет она определяется по нашему классификатору экономической деятельности как издание это как некий такой элемент игры он просто продается лицензируется далеко вот денежных смес не приравнивается к денежным суррогатам и таким-либо иным вещам которые отдаленно напоминают денежные смеси ну постарался более-менее все понимать спасибо большое за внимание если есть какие-то вопросы я отвечаю вот касательно майнинга это по сути деньги из воздуха то есть там награда за блок сейчас если не ошибаюсь 15,5 биткоина то есть если перевести на курс то получается сумма больше 50 тысяч долларов если например человек захочет наличить эти деньги то как законодатель отнесет у вас совершенно нет никакой правовой основы что такое биткоин законодатель биткоин это воздух вы покупаете продаете воздух у нас совершенно нет никаких ограничений в поводу того что и за сколько можно продать я могу продать с институт за долг я могу продать за тысячу долларов главная проблема в том что я не могу продать оскор я не могу продать ничто за какие-то деньги поэтому правду белорусского скандальства тут даже не будет предмета договора предмета сделки просто продали ничто из ничего было бы проще если бы биткоин хотя бы вы приравнился к какому-то денежному суррогату или некоторому авторского права вы хотя бы что-то продавали а так совершенно нет никакой нормативной правовой массы которая бы это регулировала опять-таки если ваш контрагент хочет вам дать эти деньги за какие-то биткоины и вы физически видите здесь может быть не будет никаких проблем вы можете в скандале максимум это рассмотрит как дарение а если юридические лица начинают покупать биткоины то то всякие последствия наподобие например того что не заключена была сделка определенного мета потому что что продали непонятно что да но опять-таки мы не супер далеко по западных стран потому что там дискуссия все еще идет тоже непонятно как это считать ну по крайней мере да есть некие такие средние варианты считать как имущество да некое частное денежное средство чтобы в случае например там кражи в случае определенного злова каким-то образом быть защищенным законодацией неизвестно что с точки зрения налогов я сказал что получили доход да вот здесь в рамках того что я продал ну допустим платить 13 процентов доходного налога есть ли у государства какие-то инструменты чтобы как-то наказать что-то а зачем наказывать вот именно что у нас ничего нет относиться к этому никак не понятно да может ли у государства как-то воздействовать на физлисты на физлисты вряд ли то есть если мы говорим и кролицы да физлица налоговым органам главное что вы получили денежные средства на ваш счет например наличные и заплатили свой налог и живете спокойно в принципе налоговым органам все равно откуда ваш доход главное что вы там наркотики продавали и так далее ну так вот здесь это опять же вопрос законодательстве что оборот доходы от оборотов криптовалют при шраме в одном из бунтайзных актов написано что это создает подозрение эта операция подозревается как нелегальная и вот именно это единственное упоминание слова криптовалют в законодательстве это подозрение о том что эта финансовая операция нелегальная и отсюда может ли вот просто потому что я продал и прийти ко мне другого варианта смотря сколько воздухов вы продали на счет попадут долларов это будет ваш доход и в беларуси вам придется заплатить подоход и налог принять все налоговым органам все равно подозрение на счет деньги значит в любом случае вам придут и очень есть этот вопрос да из других органов вам с другом все остальное продаете и покупаете за биткоины вам ничего не будет но как только вы продадите биткоины и получите доллары или за биткоины купите телевизор а потом переподадите за доллары значит в этом случае вам в любом случае придется заплатить проценты по подоходам по которым нет все остальное вам никто ничего больше не передает единственный нюанс а незаконная предпринимательская действия у вас нет единственный нюанс в данном случае это то что вы заплатите подоходный налог с тех долларов которые вам будут купили дальше по незаконной предпринимательской конечно здесь есть ряд нюансов если вы будете совершать операции постоянно да то есть нет критерия у нас систематическая у нас был клиент которого было 10 на различных платформ он с ними работал то есть фрилайтер дизайн делал и налоговые органы и наши регулирующие органы сказали что подряд наработали на 10 платформ это не предпринимательская деятельность но в другом случае в таком же совершенно опять-таки было подозрение предпринимательской деятельности нет критерия это тематическое подочисление деятельности и как уже посчитает орган это зависит только от внутреннего убеждения конец что есть таки ну опять-таки это натуральный пример около 10 платформ работал человек в течении года что я вам дизайн сделал, для них посылал, и нормально. То есть здесь, я так понял, больше играют про эти отношения непосредственно человека, занимающего соответствующую должность к данному субъективному мнению по этому вопросу. Дальше идет в принципе закон «как ты что?», «как повернуто?» Ну вот, в принципе, правильно. А где у кого-то упоминаются? А где упоминаются? Есть у тебя законодательные. Конкретные. Это письмо, по-моему, было. Одно из писем – это не нормативный правоак на какое-то разъяснение. Нет, это постановление какое-то, где содержатся просто критерии и подозрений на то, что сделка… А, да, да, это по отмыванию, да. Да, и там один из критериев, как бы, что случается с применением криптовалюты. Да, критерий обычно много, и только в единственном законодательстве и именно слово «криптовалюты». Вспоминается, он заводит. Да, хорошо. Еще какой спрос? А где там четкая грамь между критериями и картами и картами, например, в магазине? А зачем они отличаются от предоплаты на этот магазин? Наш законодатель почему эти карты предоплаты выделил в отдельной категории? Потому что они, в общем-то, реализуются в рамках одной сети, да, например, в домом магазине. То есть я там, да, я там один магазин, я вырастил свою просто некую карту, по которой формально, юридически просто предоплачиваешь товар, а потом приходишь и забираешь, да. То есть нет некой эмиссии денег, которая распространяется между субъектами, которые выступают законным средствам, когда я могу пойти на эти электронные деньги, и нижнюю письмо, но не вон субъекты хозяйственные, хоть, там, мы не знаем, например, товар, да, или без хозяйства. То есть фактически скандартик выделил владельцу категории, потому что они используются в рамках одного предприятия, в рамках одной сети, там, не знаю, в Европе есть карточки, которые, например, начисляют вам баллы, и эти баллы обмениваются на скидочный товар, да, или на товар, который, например, не скидывается. То есть только именно по этому принципу. Хотя они, разумеется, могут, потому что есть еще и другие сходства. Но если их отнести к электронным органам, то, опять, здесь есть разные лицензионные три ЭКО, и вам нужно получать варианты разрешения. И скупаем, потому что разрешили подсказку. Конечно. Ваше мнение. Мне кажется, что есть явные тенденции перехода официальных денег в электронный вид, цикровизации всего, и тенденции ягод, в этих электронных технологиях. В будущем. Любых. Любых. Потому что официальные деньги практически сейчас существуют в электронном виде, только иногда в наличном. Какие записи на банковских счетах? Да. Это форма существования. Да. Они же электронные. А поскольку тенденция для наличных движется сама по себе, еще поддерживается регулятором, то конкуренция возникает, и что официальные деньги, у них есть позиция семьи, по сравнению с электронными. То есть смысл электронных денег просто... Здесь же сильнее. Почему надо 900 стоить? Доллар? Здесь же сильнее. Есть масса официальных пунктов, которые котируют. Государство любит централизацию, чтобы все было регулировано, все было хорошо, да. Физически, видите, это больше свободы, чтобы я мог заплатить, получил там сутки. А накидно? Где-то там, в Зимбабве, например, заплатил там какую-то услугу, да. Ну, там эти бельконы себе использовали. Ну, так. Ну, опять-таки, есть определенный added value в том, что электронные деньги, там, криптовалюты, да, то есть мы разделяемся. Криптовалюты, они более международные, да. Не всегда просто сделать там банковский платеж, заплатить за что-то, там, не знаю, в другой стране, все-таки наши банки, системы не настолько интегрированы, занимают время, занимают определенные, там, не знаю, средства, комиссии, да, будут, да. Все-таки электронные деньги имеют свою небольшую нишу, по крайней мере, там, региональную, да. Аспекты. Криптовалюты имеют свою нишу с точки зрения анонимности, физические лица любят анонимность, да, чтобы они не следили, да, чтобы за ними и государственным каким-то образом не отслеживают эти операции. Поэтому я считаю, что все-таки они не исчезнут, да, но, опять-таки, есть, хотя есть, там, даже тех же тенденции, того, как идут в УИС, в УИС, да, электронных денег в Беларуси, но, опять-таки, это электронные деньги. Можно сказать, что, да, определенную нишу они теряют, потому что банковские технологии развиваются, банковские технологии не стоят на месте. Ну, посмотрим. Сейчас пока рано делать выводы, внутренние электронные деньги или нет. Есть очень сильные игроки, и PayPal тот же, да, который наравне, там, с банками, для этого в УИС. По сути, да, но он начинал как электронные деньги, да, включил лицензию на электронные деньги. Ну, он в банках, у него, в США, и... Давайте, может быть, уже в УАРах обсуждать все вопросы, обсудим на перерыв уже, как завтра. Здесь... Минут 8. Как будто все-таки, типа... Парди. Хорошо, спасибо большое.